В Красноярске прошел 8-й сибирский муниципальный форум. В нем приняли участие делегации из 13 регионов России, а также более 300 представителей муниципалитетов Красноярского края. Главная цель форума – помочь представителям муниципальной власти сделать успешным их сельсоветы, городские поселения, и, следовательно, и улучшить качество жизни своих земляков. Выступая перед участниками форума, исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко отметил, что в последние годы люди активнее начинают проявлять гражданскую позицию, появляются общественные движения, которые стремятся принимать участие в решении вопросов местного значения как в городах, так и в сельских территориях. И вот эту активность, то что власть должна слышать, понимать, выстраивать эффективные формы коммуникации. В крае мы такие проекты себе реализуем, мы в рамках бюджетного процесса истрят инициатив, сопроводляющих активного счастья граждан. Уверен, что форум станет полезен к камерам муниципалов, как на тех общественников, которые здесь присутствуют, и повысит целый качество нашей работы. Очень важно то, что уделяется внимание в крае, именно повышению квалификации, такому, если хотите, профессиональному совершенствованию тех, кто занимается местным самоуправлением в крае. Почему? Потому что это власть максимально приближенная к населению, 580 муниципальных образований, и именно муниципальные служащие и выборные лица, депутаты, главы, находящиеся на территории, они как раз и призваны в первую очередь решать самые острые проблемы, которые есть у людей. Форум продолжился пленарным заседанием, на котором федеральные и региональные эксперты выступили с докладами об общероссийских тенденциях местного самоуправления. После началась работа тематических площадок, в этом году их 6, здесь участники форума смогли познакомиться с различными проектами, каждый из которых актуален. Например, представители Чистопольского сельсовета рассказали, как совместно с земляками выбирали проект для реализации. Люди проголосовали за проведение водопровода, проект уже практически полностью реализован. Такую практику взаимодействия решено продолжить. Уже рассматриваем на следующий год принять активное участие по этой же программе, подготовили тоже анкетирование на Совете депутатов и с инициативной группой мы разработали вопросы, которые актуальны конкретно для Чистопольского сельсовета. Ну и 27 ноября состоится очередное собрание граждан.